Всем привет! Меня зовут Джин Лаф, Анатолий Буйков. И в данном видео я продолжаю делиться о том, как у меня идёт процесс разработки уникальной игровой клавиатуры. Ну или также клавиатуры для набора текста одной рукой. Итак, в предыдущих своих видео я остановился на том, что, собственно, в раскладке клавиатуры, вот моя разобранная клавиатура, которая была на Cherry Switch от компании HyperX, то есть я здесь придумал раскладку, ну и потом, собственно, я заказал другую клавиатуру, которую уже буду, собственно, переделывать и изготавливать как абсолютно другую клавиатуру. А это у меня останется для различного моделирования раскладок. Итак, собственно, вот какую клавиатуру я взял. Это недорогая, по самой низкой цене, китайская дешёвая клавиатура. И первое, что хочу сказать, потому что большинство людей, которые покупают что-то на Алиэкспрессе или имеют такое мнение, что на Алиэкспрессе плохой некачественный товар, если брать что-то дешёвое китайское. На самом деле это уже давно всё не так, вот, потому что сейчас уже изготавливают клавиатуру даже дешёвой, достаточно хорошего качества. Почему я так могу заявлять? Потому что я пользовался и более качественными клавиатурами на черри-свичах различными, не только этой, которую брал для разработки и моделирования. Ну и другие я перекликал, очень много протестировал. И сразу могу сказать, что данная клавиатура, она, собственно, тоже хороша. Именно, смотрите, я проверял и клики, TypePill, да? Вот, собственно, что черри-свичи, что здесь, сильно не отличаются. Естественно, может быть, другие дорогие клавиатуры дольше служить по сроку будет, да? Может быть, в качестве деталей они понадёжнее. Ну а в целом, отличные клавиатуры, даже если вы берёте самые недорогие китайские клавиатуры. Итак, даже я нашёл один плюс, у которого этот плюс лучше, чем у других клавиатур. Итак, в чём же он заключается? Я вот тестировал в различных клавиатурах пробелы. И здесь, вот в этой клавиатуре, вот, пробел со стабилизаторами намного лучше. То есть, он идеальный, прям вообще ничего не гремит, ничего не это. То есть, классный пробел. Стабилизаторы здесь отличные. Итак, что же это за клавиатура? Ну, вы, наверное, уже догадались и сами. Это Mi 2 Zero. Вот, и вот так она, собственно, выглядит, да? Что бы я хотел сказать, что, собственно, именно эту клавиатуру я разберу полностью. И из этой клавиатуры я изготовлю собственную уникальную клавиатуру для игр и для набора текста одной рукой. Вот, здесь у меня была смоделирована примерно раскладка, но так как тут немножко F-ки там и некоторое сочетание клавиши в плане там подсветки и так далее, немножко изменились. Поэтому здесь тоже я немножко эту раскладку чуть-чуть переделаю на этой клавиатуре, да? Вот, и, собственно, я ее изменю, разберу и изготовлю собственную уникальную клавиатуру. Итак, что еще хотел добавить? Ну, есть подсветка, да? Вы, наверное, сами можете посмотреть в YouTube различные пресеты подсветок, да? Вот тут их можно переключать на этих кнопках. Можно просто подсветку менять, допустим, мерцание. Ну, так, немножко покажу, если интересно это. Вот. Вот такие вот вещи, да? Ну, да. Вот, что еще показать вам? Ну, ладно, подсветки – это не самое главное достоинство этой клавиатуры. Самое главное достоинство этой клавиатуры – это является цена. И, собственно, цена ее начинается от 1785 рублей до 2200. Там в зависимости от типа переключателей – красные, синие, черные или блюжки. И в зависимости от этого цена. Но, опять же, цена там еще может быть дешевой из-за того, что не будет подсветки. Вот. Собственно, я взял именно на черных, потому что, как я уже сказал, если я пользовался красными свечами, я вложил руку на клавиатуру расслабленную, и у меня эти свечи прижимались. То есть, да сейчас у меня слабая сила нужна для нажатия. И срабатывал клик. Вот. Почему я именно так делаю, да? Расслабляя руку. Потому что я стараюсь играть профессионально в свои игры. Ну, вот у меня сейчас самая любимая игра – это Dota 2 и Start Craft 2. Вот. И очень важно для меня, чтобы быстро нажимать кнопочки, да? Вот. И когда вы расслабленно держите руку, вы быстрее среагируете, чем если рука будет напряжена. Вот. Это уже 100% проверено. Поэтому я взял на черных переключателях, вот. Потому что у них сила нажатия побольше. И поэтому я могу положить руку, положить пальцы, и я знаю, что кнопки не нажмутся. Вот. Ну, и что дальше? Какие еще выводы можно сделать? Ну, клавиатура достаточно нормального качества. Можно использовать. Ссылки на Алия я оставлю в описании. Ну, смотрите. Это просто временный вариант. Естественно, я эту клавиатуру как игровой не считаю. Она станет только тогда игровой, когда я из нее сделаю собственную уникальную клавиатуру. И тогда, собственно, эта клавиатура станет игровой и настоящей. Настоящей игровой клавиатурой. Пока это просто механическая дешевая клавиатура. Вот. Ну, собственно, на этом все. Увидимся в следующем видео. И там я уже покажу дальнейший процесс моей разработки. Собственно, я сейчас буду заниматься такими вещами, как опять еще раз продумаю раскладку. От этой буду отталкиваться раскладки. И уже на данной клавиатуру я ее еще раз переделаю. Продумаю раскладку. Ну, и далее уже произойдут такие моменты, как именно процесс разработки, изготовление. Но это уже будет коммерческая информация. И здесь я не все видео буду выкладывать. Буду выкладывать только, что просто на чем я остановился. А как я это делаю, пока что я показывать не буду. Ну, потому что в дальнейшем я планирую сам изготовлять данные клавиатуры. И изготовлять их на заказ. Вот. Поэтому буду делиться уже тем ходом того, что уже сделал. А не как я это сделал. Вот. Ну, а в целом клавиатура достаточно неплохая. И это очень хорошая новость и для вас. Потому что вы можете брать недорогие китайские клавиатуры на Алиэкспрессе. Потом мы из них заказываете у меня модернизацию данной клавиатуры. И я сделаю для вас клавиатуру уникальную по вашей руке. С таким расположением кнопок, как вы хотите и так далее. Вот. И это будет такая вот услуга. И раньше я вот когда, ну, давно очень, ну, предполагал, что не особо хорошего качества будет. Я понял, что достаточно неплохие клавиатуры, даже дешевые. Вот. Теперь я не имею такой стереотип, что дешево – это значит всегда плохо. Вот. В принципе, это большая возможность и для меня, и для вас, что вы можете взять недорогую клавиатуру, модернизировать ее, и она станет для вас настоящей игровой клавиатурой. По слову «модернизировать» я имею в виду, что вы можете заказать у меня услугу, и я для вас изготовлю под вашей задачей уникальную клавиатуру. Ну, все. А на этом пока все. И мы остановимся и продолжим уже, когда я буду выкладывать результаты уже того, как идет мой процесс изготовления. Всем пока! Скажи, выходи оттуда.